покажешь ты выкуришь я не собирал какой-то были на этот скутер во-первых две прокладки зачем-то подголовка не пойму это блин одна почти прогорела насквозь другая начала видеть плохо прижата было это сейчас мы обдерем просто от без вариантов предоставить вот эту прокладку одну так потому что размер здесь на 61 157 у нас есть прокладки ну там на 56 или как то так то есть меньше что поршень дай бог будет касаться прокладки будем ставить вот эту это выкидываем сейчас мы еще зачистим вот это все то что отслоилось вот этот хреновина все обратить внимание очень гениальное решение здесь было применено свете сюда походу потеряли посеяли все направляющие не вот мест направляющей какую жестянку загнали туда будем уже и вот старца вот здесь покажи такой был принято гениальное решение тем кто собирал этот скутер посеян направляйку от банки от жестяной отрезали какую-то хрень сейчас найдем направляющие будем собирать на на направляющие новая разработка пойдет ваще ну что ж зрители канала начинаем сборку нашего 100 шапперу двигателя головку мы уже на шпильке накинули она стоит поршневая от 157 я так понял она не подходит заказ своя потому что болты головки и головки и цилиндра вот как это длинка на длинный болт который вот он идет они не совпадают значит ответственно здесь своя поршневая даже идет группа теперь разбираемся с этим вот соответственно значит эти болты мы заворачивать не будем потому что невозможно их завернуть как бы так но есть так собрано было значит она работает теперь разбираемся как нам установить распредвал вот мы покажем тут вот целиком уже распредвал идет сразу в корпусе с коромыслами ну что ж с метками давайте разбираться методом прикладывания ума и зрения стало понятно что вот так вот метки должны быть метки должны быть так вот эти надписи наверх а вот эти вот два болта параллельно головки должны быть обращаем внимание как у нас распредвал расположен вот так вот у нас коромыслов спокойно ну свободны то есть они не зажимается не поджимаются кулачками вот если же мы развернем вот так то есть надписью вниз как бы также параллельно головки теперь смотрим что у нас получается у нас уже один клапан идет как бы уже в напряжении то есть уже один кулачок начинает поджимать так что поэтому ставим только вот так вот надпись в ой и два болта параллельно головки то есть вот так вот будет стоять сверху ну покажем когда уже будет сейчас соберем в общем сейчас мы это дело устанавливаем накидываем цепь приворачиваем гайки ставим натяжник натяжник модернизировали наворыли на него вот такой вот удлинитель вот вот потому что цепи нас цепи нас как бы это вытянутые цепи в ближайшем будущем негде взять опять же разбираться какой размер цепи мы не знаем от 157 подойдет ли не подойдет то есть двигатель какой-то немножко как бы другой все равно так что вряд ли мы даже найдем родную цепь поэтому будем это просто натягивать это уже технология проверенная начинал я испытывать эту технологию на своем скутере где-то порядка пяти лет назад доходил до того что я наварил гаек 6 наверное до сих пор так благополучно еще и продался до сих пор ездил пока его не разбили в щепки вот в общем так ну вот мы установили распредвал вот x как бы это выход все правильно вот сторону теперь посмотрим как точки метки покажи потому что в интернете вот этого вообще нет я пытался найти как метки грм выставлять он тут видно да давай все ну буквы сверху потому что другой стороны буков нет буквы ставится сверху перпендикулярно головки и вот эти два болта параллельно головки ставим вот как вот так ну сейчас заворачиваем гайки ставим натяжник верхний обдув прикрутим карбюратор и попробуем завести клапанную крышку клапана отрегулируем конечно же клапана мы ослабили сейчас будем протянем головку будем регулировать клапана поставим натяжник завернем свечку а дальше покажем еще что скажем карбюраторов тоже заржавел завтра будем смотреть что с ним покажу даже даже заслонка не шевелится приподымается потом разбирать смотреть так здесь тоже в патрубке был тоже окислы сплошные не знаю сейчас попробую подсвечу брызнуть по вручих схватит не схватит интереса просто получилось и получилось так ну чихнул уже хорошо да оживление мертвеца который то ли утопленник то ли где-то сыром месте стоял а Ну все Само главное, двигатель работает Мы доказали, что он живой Ну что ж, друзья Мы уважили Он заработал Осталось еще ставим глушитель Обдув снизу боковой Все, даем хозяевам А, еще здесь вот проблемочки Сейчас вам покажу Отдельное видео снимем, что ли, по этой теме По этой проблемке Тут вот какая-то Пластмасска еще воткнута Давай посвечу Во-первых, колодки Практически закончились Надо это исправить Во-вторых, резинка здесь кончилась Как будто пластмасску воткнули У нас есть такие резинки, мы сюда поставим Та еще худо-бедно живая Ну вот здесь Конченая прокладка Сейчас мы на этом займемся Пока вот третья часть заканчивается По обслуживанию Так сказать, суппорта Отдельно выложим Где взять запчасти Вот эти резиночки Мы нашли Где их найти Колодки, ну понятно В магазинах продаются Пока по движку все Ставим обдув Ставим С этой стороны обдув Глушитель прикручиваем И все Он работает, заводится Карбюратор оживили вроде Боялся, что он не будет работать Ну, худо-бедно работает Эта штука Подскажу, чего брызгали Очиститель карбюратора Ну, быстрый старт Это, в принципе, то же самое Здесь тоже нацетония Хороший Так сказать Этот, как он называется Углеводород Мощный Который хорошее воспламенение дает То есть, чтобы оживить скутер Какой-нибудь, который долго стоял Прыскаем В камеру Сюда Либо под свечку И должно все Схватить, хотя бы завестись Если компрессия есть Двигатель живой То есть, должно вот с этой штукой заводиться Очиститель карбюратора Ну, или быстрый старт еще можно купить Но это, в принципе, одно и то же Может, не совсем одно и то же Но помогает одинаково Просто по моему опыту Что то, что это Практически одинаково оживляет двигатель Но это еще используется Для очистки карбюратора Как бы, вот Я использую эту жидкость Очень удобный, хороший Хорошо отмывает Мне очень нравится Баллон надолго хватает Так Все, все Поэтому все пока По этому движку Третья часть заканчена Двигатель мы перебрали Как бы Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...